Всем привет! Я думаю, вы знаете, какая ситуация происходит с ребятами из организации Патон. Им вменяют нападение на сотрудников СБУ, а мало того, у них еще гранаты нашли. Очень интересная, замечательная история. Как именно нашли эти самые гранаты, вы можете увидеть в этом сюжете, который вышел на канале Патона. Посмотрите, очень занимательно. Что, у нас не состоялось, и вот теперь, обходи только по надуманным причинам. У нас сотрудники СБУ ни разу не приходили к нему, поседали. Они присылают бумагу, и без них им все благополучно бывало слышно. Сегодня один из восьми подписчиков не пришел, написал бумагу тоже. Это никто бы принимать не хочет, просто еще перенести на неделю. Мы продолжаем сидеть. Пожалуйста, посмотрите видео, хронологию событий 5-го числа, где будет видео, аудио, видео, аудио, чтобы вы понимали всю картину, что было на самом деле в день нашего политического мотивирования. Кто не видел еще, кто не видел еще, когда подкидывал салат, переходите и посмотрите. В чем нарушение? Смотрите, есть видео? Где? В 16.00, там примерно. Я гружу бензопилы в машину. Забрали одну бензопилу с ремонта и одну электропилу с ремонта. Но самое главное на штиль, еще на ремонте там много деталей менять. Ну, хорошо, хоть что-то уже у нас сейчас будет, будем продолжать прорываться. В этом месте, сзади, ставите видео, в этом месте, где мы лежим без запилы, у меня через несколько часов появилась, через несколько часов, получается, там коробка из детонатов. Теперь продолжаем взгляд салону, переходим до задних дверей левого борта. Вычиняем в боковом кармане, у нас есть какие-то пластиковые элементы, у нас есть просторады, порожные, у нас есть коробка. Вычиняем, зафиксируйте, будь ласка. Ось, паперова коробка картонная, и в ней четыре цилиндричные предмети, с желтыми дротами, схожие на электродетонату рис. То есть фиксируем место находления и положения данной коробки, ставим номер. Бранаты у меня, просто в бардачке валялись. Правой передней двери, бачим очинный бардачок, наразе еще тут есть какие-то бумаги, документы. И бачим предмет зеленого кольорова, эллиптичної форми, металевый, зовні, схожий на корпус ручной осколковой гранаты РГД-5. Зараз я сейчас выделю, я ставлю номерок, выделяю, выделяю, выделяю цей пакет, чтобы мы могли бачить. Но это не корпус, это граната, корпус и с подрывачем в сборе. Просто под сиденьем граната присутствует. Между сиденьем и пластиковой накладкой имеется предмет металевой цилиндрической формы, эллипсоидной формы, схожий на ручную осколковую гранату РГД-5. Зараз мы зафиксируем местоположение ее и поставим номерок. Вот вы думаете, я знаю, что меня будут задерживать, у меня в лошади граната. И вы подумайте, сделай кадр со стороны, столько было на месте полиции. Ситуация, с ними сколько людей тут? Полиция тут, избула, прокуратура. Есть, да? Угу. На месте было около 30 полицейских. На месте было около 30 полицейских, я подозреваемый в убийстве. И вы хотите сказать, что на месте происшествия мою машину не обоскажут? Мою машину всю вывернули прямо на месте. Но вы этого не увидели, так как у меня за полетели рожек, я это не снял. Сел за руль полицейский, вы думаете, отвез мою машину, проедел, через 15 дней провели этот обыск. Повтор. И вы увидите, что граната лежала в регулировке сиденья. То есть полицейский ест на моей машине, у него было только граната, в однокомнике были дымовые шашки, он не заметил. Сзади был детонатор, он тоже не увидел, в коробке лежали. И в бардачке просто телепала зрана. Не привязанная там, неприклинная скотча. Просто полицейский вез свою машину заинтил, а машина у меня 3,3 литра. То есть она мощная, она когда талишь на газ, то есть полицейский вез машину, и полицейский не слышал, что граната не бывает. Плюс есть видео вставки, что я ехал на место задержания, говорю, что нас будут задерживать. Успели загрузить видео, на всякий случай, там сейчас, может, задержат вас, я не знаю. Потому что мы лавки делаем, мы сидим. На всякий случай загрузили видео, чтобы не видели, что происходит. Едем на месте. Вот вы думаете, если я это говорю, нас будут задерживать, и в таком хаотическом порядке у меня в машине куча боеприпасов. Самое главное, вставьте, где следовательно выглядит, что когда ей что-то сказали, что лежат гранаты, она задает вопрос на камеру. Где он их находится? Так, призуплением. Да, сам он находится. Эксперт нашел только одну гранату, то есть это граната, она, она. А следователь говорит, где они находятся, говорит во множественном числе. То есть следователь знал, что будет не одна граната, и, как говорится, на вору горит шахт. Она проговорилась. Нашли только одну гранату, она говорит, где они находятся. Мне Люду жал. Она, в этой истории, конечно, подневольный человек. Мы раньше думали, что Люда не знала, что были гранаты. Но когда мы пересмотрели это видео, Люда, к сожалению, знала, что будут в машине гранаты, и она шла на это осознанно. Обратите внимание, перед вызовом пиротехников, взрывотехников, Люда, следователь говорит, что граната находится и как из покуна, белого коня. У бардачку, у бардачку, мается предмет, схожий на гранату, вообще, как из покуна. То есть следователь делает акцент на каком-то пакете. И когда приехали взрывотехники, следователь обратила внимание опять только на гранаты. А про белый покунок она забыла почему-то. Быть такого не может. Если следователь уже вслух произносит, что какой-то покунок у нее вызывает какой-то вопрос, она обязательно должна его открыть. И они, следователи, гранаты захотели изымать, а про наркотики они уже поняли, что там с лучшим перебором будут гранаты и наркотики. Поэтому наркотики они цинично даже и не отбили, а ставили в машине. Теперь, конечно, их уже оттуда вынесли. Но помните, мы писали, что пишите Зеленскому, зачем ты подкинулся. Потом гранаты и наркотики нам говорили, да не может быть, что и наркотики подкинули. Посмотрите видео. Эксперт хотел достать плет, ему голос закада говорит, мы трез. Бачиму предмет зеленого кольорова, эллиптичной формы, металевый. Зовно схожий на корпус ручной осколковой гранаты РГД-5. Зараз я сейчас выделю, я ставлю номер. То есть он говорит, не треба этот паку нам брать и открывать, чтобы эти наркотики не показать. И этот пакет просто положили в мои очки, под очков, чехол. Несколько раз посмотрели, а пыльок с наркотиками не открыли. И потом нам подкинули, и наркотиками, и кулю. Это граната. Ручная осколковая граната РГД-5. Ось мы фиксируем ее, место находления и далее проверяем на наявность вибуховых материалов. П musuh. Порожненную корницу. Порожненную корницу. Я вытягиваю последовательно все вещи, которые имеются. А тут имеются рукавицы, пустой, не порожний, да, за колярами футляр. Ну и нарази все. Все политические поняли наши сторонники, не наши критики. Вы должны видео про гранаты опубликовать у себя на канале. Вы должны понять, что вот так вот выглядит, когда подкидывают гранаты. Как бы там ни было, какие бы не были общественники, но мы все равно в бой. У нас 200 тысяч, это не маленькая аудитория, как для Харькова. По политической теме у нас один из самых больших каналов. Поэтому опубликуйте у себя на канале, если вы нам не верите, что нам подкинули гранаты, можно так и сказать, что по мнению ребят им подкинули гранаты. Посмотрите это видео, публикуйте, пусть люди выскажут свое мнение. Могло бы такое, что через 15 дней эти все боеприпасы у нас стоили. Я клянусь своими детьми, своим здоровьем, сгоремя в аду, если у меня был хоть один патрон в машине. Никаких гранатов, никаких гранатов, ничего у нас не было. Все просто накидать. Посмотрите еще один раз, как это все происходит. Всем спасибо. Все, хорошо. Я бы конечно что-то и добавил от себя, но наверное тут комментарии просто излишни. Просто настолько все четенько разложено, что все как бы ясно. Гранаты туда конечно же подкинули. Единственное, вот у меня, я сидел, вот смотрел и у меня прям в голове рисовалась картина, как это могло быть. Алло, слушай, короче, подкинь туда патрону пару-тройку гранат, там каких-нибудь запалов, там детонаторов. И наркоту им, наркоту, пакет наркоты. Да, наркоты какой-то, подкинь туда им, ну пусть будет. И танк, танк во двор туда, загоните им ночью на эвакуаторе, сбросьте танк. А мы утром прискачем и опа, а у патона незарегистрированный танк. Да-да, и танк. В смысле танк? Танк это, по-моему, уже перебор какой-то. Ну да-да, не надо танк, танк отменяем. Так, слушай, танк не надо загонять, танк отбой. И наркоту тоже пусть вернет, я найду, куда ее применить. Ну вот только такой какой-то сюрреалистичный юмор приходит в голову. На самом деле смешного мало, потому что это может произойти с каждым. Вот поверьте, чуть-чуть кому-то ты не понравился больше, чем нужно. И все. И найдут у тебя и наркотики, и танки, и, я не знаю, связь там с ЛДНР или с самим Путиным. Визитку Путина найдут у тебя в машине или еще где-нибудь. Я не доверяю национальной полиции, да и вообще всему этому государству нашему не доверяю категорически. И вам не советую. И так, как мы живем вообще в государстве, которая и не правовая, и не государства. Продолжение следует...